Сегодня я продолжаю видео для начинающих инвесторов и оно касается выбора брокера и выбора тарифа. Это очень важно, прежде чем открыть брокерский счет. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказал, что самая лучшая стратегия инвестирования это с каждого дохода, который мы получаем, откладывать по чуть-чуть денег. И об этом я рассказывал когда-то, когда я рассказывал про стратегию накопления, и там была табличка в Excel, ссылочку вы увидите вон там на это видео. И в этой табличке можно ввести свой возраст, буквально в Excel, сколько в месяц мы можем откладывать сумму, процент, который мы получаем примерно годовых, и через какое время у нас будет пассивный доход в размере 50 тысяч рублей. Очень советую посмотреть на это дело. Итак, сегодня дело будет касаться именно вот этих инвесторов, которые только пришли на рынок, у них очень мало денег, у них минимальный начальный капитал, и они вкладывают по чуть-чуть каждый месяц. По чуть-чуть каждый месяц. Это самая лучшая стратегия. И куда они вкладывают? Ну, как говорил Уоррен Баффет, самый богатый человек в мире, надо покупать акции, и акции надо покупать навсегда. Вот это существенно. То есть, смотрите, мы приходим на рынок, у нас еще совсем мало денег, у кого-то там тысяча, буквально у кого-то 5 тысяч рублей, у кого-то, ну, до 100 тысяч рублей, считается мелкий инвестор. Именно таких мы будем рассматривать. И мы инвестируем, что очень важно, в акции, то есть мы инвестируем небольшую сумму в акции, мы их покупаем, но не продаем, мы инвестируем надолго. И я в прошлом видео показал, что акции могут приносить прибыль. Буквально вот на своем примере, акции, которые некоторые мне принесли, там одна акция, 145% за год, принесла вторая, там 135% за год, третья 100% за год, ну, дальше там меньше, меньше, меньше. Но, друзья мои, на такие суммы не надо рассчитывать, потому что акции могут расти, могут и падать, и я не показал те акции, которые у меня упали, они были такие, которые просто принесли убытки. И если посчитать все в среднем, то прибыль будет намного меньше, во-первых, во-вторых, ну, смотрите, банк дает нам прибыль сейчас, ну, по депозитам процент, там 4-5% по депозитам. Если мы, вот в той табличке стратегии накоплений рассмотрено 15% годовых доходность, то давайте будем рассматривать еще меньше, ну, для простоты, 12% годовых. Почему это удобно? Потому что 12% годовых в году 12 месяцев, то есть 1% в месяц. Мы получаем, и так, мы положили какую-то маленькую сумму денег, вы сейчас легко можете посчитать свой процент в месяц, если вы средний, если вы вложили туда деньги, и 12% годовых, это очень просто, это 1% от этой суммы. В частности, от 5 тысяч рублей 1% это 50 рублей, от 100 тысяч рублей это 1000 рублей доходность за 1 месяц. Ну, от миллиона, соответственно, 10 тысяч рублей. Но, так как у нас пока нет миллионов, у нас там сумма очень маленькая, то мы предполагаем, что там 5-10 тысяч рублей, то есть 50-100 рублей мы получаем в среднем доходы от наших инвестиций. Из этого исходим. Итак, очень важно 50-100 рублей. И нам важно выбрать такой тариф, такого брокера, которому мы заплатим меньше, чем наш этот доход. Иначе не имеет смысла инвестировать, согласитесь. То есть, если вы получаете, скажем, 50 рублей, а заплатите брокеру за то, что получить 50 рублей, 350 или 450 рублей, вы это увидите, что это возможно, то, в общем, это не имеет смысла. Поэтому смотрим дальше. Итак, комиссия брокера. У нас задача, как у инвестора, заплатить как можно меньше и получить качественную услугу. Не так ли? Вот. А у брокера прямо противоположные, казалось бы, интересы. Но брокеров много, они вынуждены конкурировать, и поэтому каждый брокер борется за своего клиента. А клиенты бывают разные. Еще раз напоминаю, что мы с вами мелкий клиент, который только начинает работать, и у которого очень маленький начальный капитал. Брокеры, естественно, заинтересованы. Ну, кто-то заинтересован в крупных клиентах, кто-то в мелких клиентах. И, значит, нам надо выбрать того брокера, который нам подходит лучше всего. Итак, теперь давайте посмотрим, какие деньги берет с нас брокер. А брокер с нас берет, может брать деньги разные варианты. Это очень важно. Запомните, пожалуйста, вот эти вот вещи. Брокер берет с нас, может брать за обслуживание счета, ежемесячный, например, платеж. Брокер с нас может брать деньги за депозитарное обслуживание, то есть это за хранение и учет ценных бумаг. И мы рассмотрим это подробнее. Третий вариант, о чем все говорят, комиссия за проведение торговых сделок. И последний вариант, это процент за кредит, который дает нам брокер. Если мы хотим взять какие-то бумаги в кредит, или там активы в кредит, а потом продать, то это вот существенно тоже, существенная доля доходов у многих брокеров. Давайте начнем от конца. Процент за кредит. Мы договорились, что мы очень маленький инвестор, мы не занимаемся спекуляциями, нам кредит не нужен, мы это не рассматриваем и вообще. Последний пункт. Но имеем в виду, что он есть. Далее. Смотрите. За обслуживание счета кто и сколько берет? Вот тут уже интересно. Есть брокеры, которые предоставляют обслуживание счета бесплатно, а есть брокеры, у которых обслуживание счета за деньги. И есть какие-то обусловленные вещи. Ну, давайте рассмотрим прямо сразу. Есть брокеры, которые традиционные, у которых уже много клиентов, и они заинтересованы в крупных клиентах. И, ну, давайте для начала начнем с БКС. БКС крупнейший брокер, он заинтересован, естественно, тоже в крупных клиентах. У БКС, насколько я помню, комиссия ежемесячная за ведение счета 175 рублей. И если у вас по счету проходили операции какие-то, то еще 175 рублей он возьмет с вас депозитарную комиссию. Итого 350 рублей в месяц. И не важно, что у него там какие комиссии за сделки. В топку. Отбрасываем. Теперь далее. Следующий брокер это, ну, давайте Финам. У Финама аналогичная ситуация полностью. Значит, если у вас, ну, безусловно, он всегда практически берет за обслуживание счета 175 рублей в месяц. Вот. Плюс те же самые 175 депозитарное обслуживание. И плюс еще у него комиссия за совершение сделок. Она очень маленькая. Он говорит, у нас очень маленькая комиссия, но при этом у него есть минимальная сумма комиссии 41 рубль 30 копеек. То есть вы совершили 5 сделок на маленькие суммы, у вас уже 200 рублей. Итого 175 плюс 175 плюс 200 получается запредельные суммы. Он говорит, нет, 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 у нас есть бесплатные, так сказать, обслуживания, там, депозитарки и так далее. Но будьте внимательны. Они, значит, ну, во-первых, дают этот тариф фритрейд, называется, всем без исключения, но на месяц, потом через месяц автоматически переводят на совершенно драконовский тариф дневной. Ну, они говорят, что можно там написать отдельное заявление, чтобы фритрейд за вами остался. Если у вас фритрейд, то вы не сможете там этим торговать этим. Ну, короче говоря, я не знаю, мне не нравится вот этот подход, когда вот такой вот надо махинации, вот, ну, я бы отбросил брокера к нам в топку. Теперь смотрите, следующий брокер – это открытие. Я не скрою, что я нахожусь в брокере открытия с самого начала, давно, и, конечно, каждый кулик свое болото хвалит, но с некоторых пор брокер открытия решил, что его интересуют только крупные клиенты, и поэтому брокер открытия ввел к плату за обслуживание счета, если на счете активов меньше, чем 50 тысяч рублей. То есть отсекает всех инвесторов, у которых меньше 50 тысяч рублей на счете, берет 295 рублей за обслуживание счета. Если у вас меньше 50 тысяч рублей, вообще не суетесь, это не ваш брокер. Кроме того, значит, раньше была депозитарная комиссия, там какая-то смешная у брокера открытия, он ввел, опять же, 175 рублей, те же самые, в месяц депозитарного обслуживания, в тот месяц, в котором была хотя бы одна сделка. Ну, уже хорошо. Вот, ну, то есть хотя бы 175 рублей в месяц, но совершенно очевидно, что если у вас сделка будет на 17500 рублей, то, в общем-то, ну, это еще можно. То есть от 50 тысяч можно рассматривать, и в какой-то момент брокер открытия становится самым лучшим брокером, но если вы начинающий мелкий инвестор, брокер открытия не ваш брокер. Вот так. Ну, с традиционными брокерами туда же еще Атон, я просто не знаю, какие комиссии, но я слышал, что брокер Атон заинтересован тоже в крупных клиентах, и ему не хочется содержать бешеную совершенно службу техподдержки. Есть целый ряд брокеров, у которых тарифы без ежемесячной оплаты за месяц. Вот так вот. У некоторых есть ежемесячная оплата, но в тот месяц, в котором совершена хотя бы одна сделка на фондовом рынке. Вот сейчас рассмотрим такие. То есть, конечно, нас будут интересовать тарифы без ежемесячной оплаты. Такие брокеры есть, их не так мало, на самом деле, и вы увидите, что, скорее всего, вам какой-то из них подойдет. Итак, без ежемесячной комиссии. Да, что такое депозитарная комиссия? Смотрите. Деньги, ваши ценные бумаги, они учитываются в депозитарии. И, как правило, у нас есть... Что такое депозитария? Депозитария – это отдельная организация, у которой есть лицензия на соответствующий вид деятельности, на учет ценных бумаг. И компания, которая акционерное общество, заключает с депозитарием договор на хранение этих ценных бумаг, там и ведение реестра в депозитарии. Депозитарий за свои услуги берет деньги, то есть за каждое изменение в реестре депозитарий это фиксирует и берет деньги. Он берет эти деньги с кого? С брокера, который предоставляет информацию о совершенной сделке. Так вот, друзья мои, вот эта плата депозитарию, она очень-очень маленькая, как правило, за одну сделку. Но она зависит то ли от суммы сделки, то ли от количества сделок. То есть, когда клиент очень крупный, он платит уже достаточно большие деньги. Но мы-то с вами не крупные, поэтому, значит, соответственно, брокер на нас наживается, когда берет 175 рублей, а платит он за это депозитарию какие-то сущие гроши. Я вам скажу по секрету, это в районе там, ну, 12 рублей. А берет с нас 175. Вот, поэтому, поэтому мы будем смотреть брокера, который не берет депозитарную комиссию. Это очень важно. То есть, смотрите, брокер может брать какие-то деньги в месяц, но в эти деньги входит и депозитарное обслуживание. Вот это тоже важно. А у какого-то вообще нет. Ни депозитарного обслуживания, ни платы в месяц, а плата за депозитарное обслуживание входит в комиссию за сделки ценных бумаг. И все. И такой брокер у нас будет, и прямо сейчас. И самые простые, ну, брокеры, которые остались у нас, я сейчас перечислю их, это Сбербанк, это ВТБ, это Тинькофф, это Альфа-банк. Как вы заметили, это брокеры, которые, ну, совпадают с банком. То есть, и весь поток клиентов, который пришел на фондовый рынок, практически весь, пришел от этих, именно такие клиенты, у которых были счета, были, они клиенты банков, и банки перестали давать процент по депозитам. Он очень маленький стал. И люди видят, что на фондовом рынке можно получить намного больше. И, конечно, люди заинтересовались фондовым рынком, и они идут на фондовый рынок и закрывают банковские счета. Но и банки, при этом надо же как-то зарабатывать, они берут брокерскую лицензию и предоставляют брокерские услуги. Итак, самые простые тарифы, которые существуют, это у Тинькофф-банка и у Альфа-банка. У Тинькофф-банка всего три тарифа, но при этом у него даже вот на главной странице всего два тарифа. Два. То есть, тариф инвестор и тариф трейдер. Третий тариф премиальный, это премиум называется. Третий тариф мы не рассматриваем, потому что он очень выгодный, он офигительно выгодный. Но если у вас на счете больше трех миллионов рублей, это не наш вариант, поэтому тариф премиальный пока нам не подходит. Если у вас меньше трех миллионов рублей, то ли 900 рублей в месяц, то ли 300 рублей или 600 рублей в месяц. Но, тем не менее, деньги запредельные для нас. Поэтому выбираем между тарифами инвестор и трейдер. И они максимально простые, поэтому очень легко все объяснить. Тариф инвестор абсолютно бесплатный, нет платы ежемесячной, нет платы за депозитарное обслуживание, зато есть только комиссия за сделки. Она очень высокая, 0,3%. Это очень много, это в разы больше, чем у других, но зато нет ничего. Давайте посчитаем, сколько мы заплатим Тинькову. Вот если у нас мы внесли там, скажем, ну, ежемесячно в табличке стратегии накопления, я рассматривал 5 тысяч рублей в месяц, мы вкладываем и на эти 5 тысяч рублей мы покупаем ценные бумаги, не берем никаких кредитов. То есть у нас сумма сделок 5 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 0,3%, это примерно в 3 раза меньше, чем 1%. 1% мы уже знаем, это 50 рублей, а 30% от 50 рублей это 17 рублей в месяц. Сравните, 175 плюс 175, 350 где-то, а здесь всего 17 рублей в месяц мы заплатили, то есть мы внесли на счет 5 тысяч рублей, совершили сделок на эти 5 тысяч рублей и забыли, заплатили 17 рублей. И так каждый месяц, каждый месяц, каждый месяц, иногда мы пропускаем какой-то месяц, ничего не внесли, тогда вообще ничего не платим. То есть и вот именно этот тариф я выбрал для своего сына, у Тинькова. Второй тариф у Тинькова, трейдер, у него 300 рублей в месяц, если в этом месяце была хотя бы одна сделка, туда же входит и депозитарное обслуживание, и вообще все. Кроме комиссии, комиссия за сделки, естественно, берется, но она 0,03%. Это уже очень мало, это меньше, чем у брокера открытия, но никакой депозитарки ничего больше не берется. Смотрите, 300 рублей в месяц плюс обслуживание, ну или какая-то фиксированная сумма, может быть не 300, там у некоторых она меняется, я не помню точно, если честно. Но по-моему 300 рублей в месяц. Вот, то есть, смотрите, если вы совершаете достаточно много сделок, и у вас на тарифе инвестор получается 0,3 комиссия, получается ежемесячный, ну как бы в месяц вы начинаете платить больше, чем 300 рублей, 350, скажем, рублей в месяц, вам уже выгодней тариф трейдер. Но это не наш вариант, мы выбираем тариф инвестор у Тинькова. Альфа-банк, тоже максимально простая тарифная сетка, там тоже всего два тарифа, полностью аналогично тарифу инвестор, и поэтому Альфа-банк примерно то же самое. По тарифам выбирайте, пожалуйста, Альфа-банк. И что еще хорошо в Альфа-банке, Альфа-банк предоставляет доступ к фьючерсам, еще Тиньков к фьючерсам доступ не предоставляет, то есть, ну, у Альфа-банка немножечко побольше линейка инструментов, с одной стороны, с другой стороны, ну, личный кабинет там на телефоне, он так, ну, необычный, так скажем. Вот, хотя там по максимуму все есть, вся информация. Далее. Сбербанк. Огромное число клиентов открыли брокерские счета через Сбербанк, ну, потому что Сбербанк самый массовый банк. И в Сбербанке смотрим, ежемесячное обслуживание отсутствует, друзья мои, отсутствует ежемесячное обслуживание. Теперь дальше, депозитарное обслуживание. Ну, смотрите, насколько я помню, там оно то ли было, я не знаю, оставили они или есть, может быть, оно есть, а может быть, нет. Дело в том, что Сбербанк, по-моему, сам исполняет функции депозитария, и на те бумаги, которые ведет учет Сбербанк, он, соответственно, не берет комиссию депозитарную, и здесь просто надо посмотреть, я не в курсе. Но при этом комиссия за сделки у Сбербанка очень даже гуманная, скажем так, она не большая, она 0.0345, по-моему, там что-то такое вот, и при этом у него нет, насколько я помню, у Сбербанка минимальной суммы комиссии, минимальной суммы комиссии за сделки, как у Финама, то есть здесь никакой химии, Сбербанк очень хороший вариант. Ну, смотрите, я еще раз говорю, на депозитарное обслуживание. И последний банк, который остался, это гвоздь программы. Вы знаете, что я не люблю брокера ВТБ, то есть к нему так не очень хорошее у меня отношение, но ВТБ ежемесячное обслуживание 0 рублей. ВТБ оказывает услуги депозитария. И, как правило, у ВТБ будет либо 0 рублей, либо комиссия за сделку, плюс комиссия депозитарию НРД, которая, ну, в общем-то, в микроскопе ее можно рассмотреть, она, ну, практически ее нет, можно сказать. Ну, нет депозитарной комиссии, практически ВТБ. Кроме того, значит, смотрите, там есть сетка комиссий, они и так очень маленькие комиссии за сделки, но, значит, он впаривает свои акции, и если вы там купили 10 тысяч акций банка ВТБ, то, значит, вам такая комиссия, если 100 тысяч акций банка ВТБ, такая комиссия, ну, там, я не помню уже, но мне не нравится вот это дело, то есть, как бы, продажа своих акций в нагрузку, но при этом, ну, во-первых, одна акция стоит 3,6 копейки, не пугайтесь, поэтому это не такие большие суммы, и это влияет на размер комиссии, которые и так, в общем-то сказать, даже без покупки акций ВТБ, и так, невысокая. И так, значит, смотрите, на первое место выходит ВТБ, как это не противно, вот, ну, вот ВТБ и все, понимаете? И теперь, моя рекомендация, какого же брокера выбрать? Смотрите, вы все являетесь клиентами какого-то банка, наверняка, наверняка. и если вы берете того брокера от того банка, в котором вы обслуживаетесь, то, значит, у вас максимально, ну, во-первых, вы к нему привыкли, во-вторых, вот вывод денег туда-обратно с карточки, которая у вас уже есть, бесплатно и легко. Вы умеете пользоваться вот этим мобильным приложением, которое есть у этого банка, и там, в общем сказать, вы легко разберетесь в том же приложении или там будет дополнительное приложение обычно у банка, которое предназначено для обслуживания на рынке ценных бумаг. Поэтому моя вам рекомендация, не дергайтесь, посмотрите, в каком банке вы находитесь и выбирайте именно этот банк для открытия инвестиционного счета, для открытия брокерского счета. Но я не клиент ВТБ, я не клиент Сбербанка, я не клиент даже Альфа, ну, уже клиент Альфа-банка, но для сына я открыл в Тинькове, потому что Тиньковым я активно пользуюсь. И вот вам моя рекомендация. Кстати, если вы захотите, если у вас еще нет Тиньков, и вы захотите открыть брокерский счет Тинькове, там ссылочка будет на Тинькова, вы получите там какую-то замечательную плюшку, если перейти по этой ссылке, ну, в размере, в районе там 500 рублей, там, либо там какое-то за обслуживание не будут с вас брать, либо еще за что-то. Вот. Чем еще хорош Тиньков? Тем, что у него очень хороший кабинет, очень хороший сервис на мобильном, ну, он практически у всех есть, я не знаю, как там ВТБ, тоже, в общем-то, хвалят люди, в Сбербанке тоже хороший, поэтому, ну, вот, выбирайте так. Я надеюсь, что это видео будет полезно многим, и напишите, пожалуйста, было полезно или нет, мне это очень важно, потому что, ну, мне никакого интереса рассказывать вам, кроме того, кроме ваших лайков, кроме ваших комментариев, и тогда мое видео будет подниматься. И в следующем видео я расскажу вам уже, как формировать инвестиционный портфель с учетом всех рекомендаций ведущих экспертов, то есть он должен быть диверсифицирован по валютам, он должен быть диверсифицирован по отраслям экономики, и он должен быть разбит даже по странам, и страновые риски учитывать, и все это можно сделать, оказывается, буквально, начиная со 100 рублей, даже не с 1000, буквально там 100 рублей инвестировали, он уже может у вас быть разбит на части. Ну, ну, даже не знаю, да, 100 рублей можно, но лучше с 2 долларов это сколько там, 150 рублей, вот так, и до, скажем, миллиона рублей совершенно он у вас будет сбалансирован, как это сделать, я расскажу в следующем видео, поэтому оставайтесь на моем канале, сейчас лайк, и до встречи, с вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok